МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. В проекты 2016 глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с сети-менеджером столицы планы на следующий год. Во имя пациента новый проект Минздрава Чувашии. Торжество инженерной мысли. Чем живет участник форума «Открытые инновации»? Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния руководителей субъектов страны за октябрь. Глава Чувашии Михаил Игнатьев занял в нем 34 место, улучшив свой результат по сравнению с сентябрем на 18 пунктов и переместился из группы «Среднее влияние» в группу «Сильное влияние». Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 25 экспертов – политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Сегодня Михаил Игнатьев встретился с ситименеджером Чуваксар. Глава республики обсудил с Алексеем Ладоковым, как Чувашская столица завершает этот год и какие проекты власти намерены реализовать в следующем. Подробности в следующем материале. Первостепенная задача для городских властей обеспечит наполняемость муниципальной казны. Глава республики отметил, что сейчас необходимо активизировать работу по сбору налогов. Доходная часть бюджета города Чуваксар увеличилась практически в два раза. В 2010 году она была около 4 миллиардов, в 2014-2015 уже более 8 миллиардов. Понятно, что здесь и наша более эффективная работа, понятно, что и республиканская, конечно, поддержка, но и федеральная. В ближайшее время должна быть сокращена и задолженность по заработной плате на предприятиях города. У кого есть задолженность, понятно, нам надо смотреть, управлять в ключном режиме, чтобы не закрывать производство. Это тоже очень важно, очень значимо, ибо люди, оставаясь без зарплаты, будут поднимать уже другие вопросы. Уплотнительная застройка в городе остается под запретом. Михаил Игнатьев поставил задачу создать в Чуваксарах как можно больше зон для отдыха. Финансирование программ по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов и детских площадок не сократится, отметил городоначальник. Считаю, что городу была оказана серьезная поддержка. Мы смогли реализовать на территории города несколько социальных проектов, вопросы по транспортной инфраструктуре. Построили детские сады, строили и строим спортивные комплексы на территории города. Их не строили 10 лет. В следующем году в городе намерены выделить средства на реконструкцию дорог и строительство новых развязок. Благоустройство города будет продолжено. В Чуваксарах необходимо отремонтировать еще 30% дворов. Эту работу планируют завершить до конца следующего года. Если мы взяли эти пределы, то мы их должны выполнять. То, что вы говорите сейчас во мельче гаража, в управлении городскими делами, это очень важно, это очень значимо. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с руководителем регионального отделения Союза пенсионеров России в Чувашии Валерием Сапожниковым. Михаил Игнатьев заметил, что обеспечение достойной жизни пожилых людей одна из главных задач органов власти. В ходе реализации указа о снижении возрастного ценза для получения звания ветеран труда Чувашской республики увеличилось количество получателей льгот. 46 тысяч ветеранов труда получили соответствующее звание от своего трудового стажа. Они соответствующие выплаты ежемесячно в размере 1 082 рубля получают по тем направлениям, где у нас в законе предписано, соответствующие нормативные права и документы приняли. А если взять всех получателей, их почти 221 тысячи. Валерий Сапожников рассказал, что с момента создания в Чувашии отделения Союза пенсионеров России его руководство всегда старалось искать различные формы вовлечения пожилых в активную жизнь. Первый компьютерный клуб для пенсионеров в России был создан в Чувашии. Желающих учиться, у нас телефон не замолкал в колледже. Психологический перелом произошел. Глава Чувашии сообщил, что власти намерены активнее привлекать общественные организации, оксакалов, лидеров общественного мнения, чтобы использовать их жизненный и профессиональный опыт для решения социальных вопросов. Как создается телевизионный продукт? Ответ на этот вопрос для многих остается загадкой. Сколько людей нужно задействовать для создания одной минуты телеэфира? Сколько времени и сил нужно затратить, чтобы жители Чувашии увидели 10 выпусков новостей в день? Сегодня с работой национальной телерадиокомпании Чувашии изнутри познакомился глава республики Михаил Игнатьев. Быть в кадре для главы Чувашии – дело привычное. А что на самом деле происходит по ту сторону камеры? Вот главный режиссер Екатерина Лапина готовит оформление межефирных программ. Сотрудники ее отдела монтируют новостные сюжеты. Корреспондент Татьяна Леонтьева начитывает закадровый текст. Все это происходит в типичной для телевизионщиков суете. Успеть к выпуску – здесь главная задача. Программа называется «Экономика в деталях» как раз про объекты инвестиционного инфраструктуры. Мы были в центре прототипированы, очень интересно. В неделю программа будет интересна. А здесь расположен главный мозговой центр – редакторская. Ежедневно шеф-редактор планирует съемочный процесс и распределяет сюжеты между журналистами и операторами. Здесь собирается информация, отсматривается материал, пишутся тексты. После небольшой экскурсии Михаил Игнатьев провел встречу с работниками национальной телерадиокомпании. Напомним, в составе НТРК – два радиоканала и телевидение. Мы пришли открыто с вами поговорить. Потому что все меняется, и мы все вместе с вами на ходу должны меняться. Из этой точки зрения у нас такой открытый диалог, открытая дискуссия, можно сказать, мозговая атака. Вопросов для обсуждения возникло немало. Один из главных – сотрудничество органов власти и средств массовой информации, от которого зависит открытость региона и доверие жителей. Задача СМИ – оперативно доставлять до зрителей, слушателей и читателей достоверную информацию, чтобы обеспечить обратную связь. Ежегодно по государственным программам обеспечения жильем сотни нуждающихся улучшают жилищные условия. Но иногда отлаженный механизм дает сбои и приходится вмешиваться. В этом году с помощью Чувашской региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» справили новоселье два человека. Им вручили письма от Дмитрия Медведева. Виолетте Воробьевой сейчас 19 лет. В 2010 году она, как сирота, встала в очередь на получение квартиры в Батаревском районе. Девушке исполнилось 18, потом 19 лет, а очередь никак не продвигалась. В мае решила обратиться за помощью в общественную приемную. И уже 20 августа получила квартиру. Очень нравится квартира, ремонт уже полностью сделала, мебель купила. Анне Николаевне 84 года. И всю жизнь она прожила в деревне в Батаревском районе. Теперь она привыкает к городским условиям. Но получить сертификат на приобретение жилья удалось не сразу. Ветхий дом вдовы ветерана войны не сразу признали аварийным. В апреле текущего года старшая дочь Антонина обратилась в общественную приемную. Мы благодаря государству получили помощь в виде сертификата суммой миллион девяносто тысяч рублей. Мы дети только чуть-чуть сложились, чуть-чуть буквально подержали, а так бы мы не смогли. Сейчас мама живет в этой квартире. Ей очень нравится, потому что все под рукой. Вот дети рядом. Вот я всегда при ней. Анна Николаевна счастливая мать пяти детей. Бабушка 11 внуков и 17 правнуков. Радуются, что здесь не нужно работать по хозяйству и что дети постоянно рядом. Далекая от города деревня с этим было сложнее. Но и здесь она без дела не сидит. Вся квартира украшена вышитыми изделиями трудолюбивой женщины. Насколько я знаю, где-то свыше 100 детей у нас в целом по Чувашской республике в этом году получили благоустроенные квартиры. Ну а то, что касается, безусловно, наших ветеранов или вдов, ветеранов Великой Отечественной войны, вот за время действия этой программы на территории нашей республики около пяти тысяч воспользовались этим правом. Ежегодно в региональную общественную приемную приходит более полутора тысяч человек. Проблемы у всех разные. Но здесь всегда стараются максимально задействовать все ресурсы для положительного и скорейшего решения вопросов. Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. Повышение качества медицинской помощи – один из приоритетов республиканских органов власти. Минздрав Чуваши запустил новый проект «Во имя пациента». Как он будет реализовываться и на какой эффект рассчитан, узнавала наша съемочная группа. Большие очереди в больницах, отсутствие необходимого оборудования и недостаточная квалификация врачей. Правда или вымысел? Проект «Во имя пациента» призван найти ответы на все проблемные вопросы. С этого месяца будет проводиться комплексная проверка городских учреждений здравоохранения. В первую очередь первичного звена – поликлиник. В течение трех недель в каждой больнице будет работать оценочная комиссия, которая непременно опросит пациентов. Все это позволит выявить быливые точки конкретного медучреждения. В конце месяца в каждой поликлинике мы предполагаем собирать пациентов, где будет уже непосредственная встреча министра здравоохранения не с сотрудниками больницы, а именно с пациентами. Чтобы пациенты нам высказали все свои замечания, мы вместе с ними обсудили уже те вопросы, которые мы, скажем так, выявили в данном лечебном учреждении. Здесь же мы будем намечать конкретные планы для реализации. Эффективно ли будет выполнена работа над ошибками, Минздрав проверит через полгода. В этот проект пока включены только поликлиники Чебоксар и Новочебоксарска. Но в будущем географию расширят. Ведомство уверены, эта акция поможет не только наладить диалог пациент-доктор, но и повысит престиж профессии врача. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Жительница Чувашии пропала в Греции. Девушка отправилась туда работой танцовщицей. Однако в августе перестала выходить на связь с близкими. 5 ноября на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о безвестном исчезновении в Греции 21-летней жительнице города Алатырь. Родственники и близкие этой девушки полагают, что в отношении нее могли быть совершены какие-либо противоправные действия. В связи с этим следственные органы начали доследственную проверку. Следователями планируется проведение всего комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождение девушки. Будут опрошены ее родственники, а также лица, кому что-либо известно об обстоятельствах ее отъезда в Грецию, а также проживание в Греции до момента ее исчезновения. Проверочные мероприятия будут проводиться в тесном взаимодействии с органами учреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Степанова Екатерина, Республика. Совсем недавно в Москве завершился форум «Открытые инновации». Сотни изобретателей со всей России делились друг с другом новыми технологиями и демонстрировали торжество инженерной мысли. Своё ноу-хау показал на форуме и житель Чувашия Вячеслав Васильев. Что предложил местный Кулибин, узнавала наша съемочная группа. Таким вот простым и, самое главное, удобным способом предлагается снимать обувь Вячеслав Васильев. Идея создать такое устройство пришла к жителю Мурпосады тогда, когда его знакомый Валентине Калининой потребовалась в этом помощь. В последние годы заходишь в квартиру, хоть плачь, хоть плачь. Надо на что-то сесть, за что-то держаться, чтобы снять один сапог или ботиночки, если особенно на каблуках, очень сложно. И я предложила Вячеславу сделать лично, просто для меня сделать такую дощечку. Для реализации и доработки идеи Вячеславу Васильеву не понадобилось много времени. Конструкция съемников незамысловатая, две дощечки и механизм для упора ноги. Но все продумано до мелочей и позволяет сохранить в чистоте и руки, и ноги. Задумка этого устройства общая, поэтому и патент у Вячеслава и Валентины один на двоих. Валентина Павловна сама в прошлом работала в патентных бюро. Со своим изобретением они уже получили признание на различных конкурсах и были отмечены медалями. Ноу-хау вызвало и широкий общественный резонанс. Народ был очень заинтересован. Ну, там толпа. Были много телеканалов, радио. Интервью давал. Эти съемники обуви необходимы и инвалидам, детям, пожилым. Ну, всем. Это же гигиена в первую очередь. Это как зубная щетка должна быть в каждом доме. На счету чувашского кулибина не одно полезное устройство. Даже съемников два вида. Второй вариант – в виде трости. С его помощью обувь можно не только легко снять, но и надеть. Особенно это удобно для пожилых. Мечта у Валентины Калинина и Вячеслава Васильева общая. Запустить свои изобретения в промышленное производство и тем самым облегчить жизнь многим людям. Татьяна Леонтьева, Леонна Алтухова, Игорь Зверев, Республика. До командного чемпионата мира по спортивной ходьбе осталось всего полгода. Именно в столице Чувашии пройдут одни из главных стартов на пути к Олимпиаде в Рио. На какой трассе пройдут соревнования, где разместят команды. И многие другие вопросы были обсуждены сегодня во время визита инспекционной комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Вопросов по проведению командного чемпионата мира по спортивной ходьбе много, а вот времени не очень. С прошлого визита инспекционной комиссии ИААФ прошло ровно 7 месяцев. И вот они вновь тут, чтобы оценить проделанную республикой работу и, возможно, высказать пожелания. Мы приехали, мы решили много вопросов уже, у нас много вещей, которые нужно обсудить по подготовке. Но я уверен, что все будет замечательно, что соревнования будут проведены на хорошем уровне, потому что в Чебоксарах и в Чувашии большое подпроведение соревнований. И в 2008 году был проведен замечательный Кубок мира. Так что уверен, все будет хорошо. Работа делегации началась с оргсобрания, после чего представители комиссии посетили непосредственно и саму трассу. Ее уже расширили, поселили новый асфальт. Длина трассы 1 километр. И уже во время следующего инспекционного визита она будет сертифицирована. Хочу сказать, что действительно это большая ответственность. И то, что нам доверили право проведения два раза подряд командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Это высокая честь и большая ответственность. Поэтому вопросы, конечно же, в ходе инспекционной комиссии возникли. Но те предложения, которые были даны комиссии в предыдущий раз, они нами выполнены. Мы сегодня видим, что у нас трасса фактически готова для проведения. Продумали и культурную программу соревнований. Причем от гостей поступило предложение организовать массовый заход с участием иностранных атлетов под предводительством олимпийских чемпионов. А их приезд неоспорим, так как 7 и 8 мая соревнования примут сильнейших скороходов из 60 стран мира. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на национальном телевидении Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин